Ах! Ах! Чуть не плевану Только у нас по палубе ходят красивые и косые женщины Хожу кривая и косая Только у нас на корабле есть татуированная модель, которую все хотят потрогать Это они просто меня потрогать хотели И еще одна модель Фитнес-модель Которую никто трогать не хочет Только у нас блогеры за три дня матереют так, что нам, сухопутным крысам, их уже не понять Вам, сухопутным крысам, не понять Только у нас сначала радуются и обнимаются Метя, ты красава! А потом за спиной отнимают баллы Поэтому важно сейчас забрать у нее немножко баллов В комментариях кто-то зависливо все это называет Дом-2 на корабле А мы называем это блогеры по-флотски Жановое время 7.00 экипажу, курсантскому составу и группе блогеры по-флотски подъем Вот уже 90 лет на Крузенштерне Каждое утро курсанты делают зарядку на верхней палубе Интересно, а как бы выглядела зарядка с нашими участниками Если бы блогеров по-флотски снимали 90 лет назад Играет музыка У нас этот первый постоянный Я думаю это Кондрашов Афоня когда еще лежит под Кондрашовом Он смотрит прогноз погоды Смотрит, что показывает ясно Завтра днем скорее ясно, чем облачно Он поднимает голову вверх И видит, что опускается облако Откуда он уберется? Вопрос Я наблюдаю этот запах по голосам Молчание Кондрашова Это отправная точка Следующий начинает бить тревогу Афоня Они слова Эээээ! Кто нас тут Дальше, так называемый оператор Афоня Он же менеджер Ну, я менеджер его и оператор Продолжать тревогу Афоня За перегородкой спит Никита Черников А Никиту Черникова я уже вижу визуально Он делает вот так, майку Я думаю, ну слава Богу пошло низом Но он жунец Почему Кондрашов шептун там? А он молчит потому что Абсолютно точно не мешаю никому спать Кондрашов не пр... Всего третий день в море, а на блогеров уже действует изоляция и закрытое общество Подождите-ка, мы же ничего не знаем про так называемого оператора и менеджера Афони, о котором рассказывал Шилов Что, например, о нём думает его тёзка Никита Черников? Никита и Афоня очень похожи Вот такое ощущение, что Никита, ну, ещё глупее Он может лежать ночью и начать стонать Вот так вот Ну, я менеджер его и оператор Я реально считаю, что селфи-палка лучше Она меньше, она легче и, сука, она не орёт и не пердит Но изоляция ещё и сближает участников Они уже придумали друг другу ласковые прозвища Морской на... Утопец Утопец Кондрашов, шептун Слегка бородатенький толстяк Выдра Глядя на мою карточку, он говорил про Аню Бонд Он нас попутал Алла Борисовна Пугачёва Нет? Она участвует в нашем проекте? Нормально ли это, спросите вы меня? Нет Ну что, утопцы и шептуны, пора проходить следующее испытание О нём блогеры узнают из очередной бутылки за бортом Чтобы выжить в море, нужно быть ловким и метким Сейчас ваш инструктор разделит вас на две команды Вы будете метать лёгость в трап Блогеров разделят на две команды Они по очереди будут бросать лёгость в импровизированную мишень в виде трапа Нужно попасть в просвет между ступеньками Попал в центр, получил три очка Соседние просветы – два Ещё дальше от центра – одно очко Никуда не попал, ничего не получил В случае ничьи, блогеры будут бросать лёгость до первой разницы в очках Победители получат по три балла Ну а вечером они снова будут отнимать балл у проигравших Помните? Море не любят не точно Чё-то у меня настроение упало Опять команда! Дети, кто знает, что такое лёгость? Поднимите руки Лёгость – это вот такой мешочек с песком Который бросают, чтобы подать швартовый конец на фричал или на буксир Бросать нужно метко и сильно Инструктор разделил участников на две команды Посмотрим, как дела со зрением у наших мореходов Поднимите руки Вот это! Промохнется! Давай, давай. Закинет. Она нормально кидает. Чуть в гу-про не попало. Нормально. Они лидируют. Вот. Хороший бросок. Получи поцелуйчик в награду. Она ко мне пристает. Я как бы пытаюсь отбиваться. Ну, я же Антон человек. Она холостая женщина. Я не знаю, что ей от меня надо. Танюха, это моя жена. Танюх, меня еще хотят женщины. Ну, это на эмоциях. Я как женщина. Ну, мы же команда. Это же не значит ничего. Я сплю каждую ночь в разных местах, чтобы она меня не обнаружила. Молодец. Нормально. Нормуль. 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 Отчет идет лучше из двух попыток у каждого. И сейчас просто не попал. Ес. Да. Вот, повторила. Теперь нормально было. Единичку. Хорошо. Достойно, достойно. Переброс. Давай. Ну, нормуль. Нет, не было завтра. Нет, не было завтра. Нет, не было завтра. Нет, не было завтра. Я критил уже, что я. Заговоры. Это все масоны подстроили. Вы выстрелы. Проигравшие всегда ищут виноватого. Ведь это не они криво бросают. Вот кривые руки у кого-то нет. У меня кривые. Ничего, ничего не решит. Лидеры после этого соревнования не поменялись. А вот Шилов уверенно идет на дно. Сегодня наша команда про**ала. Хотя я считаю, что мы были в лидерах. На дно потащили девочки, которые заступали за линию. Первый день в море. Для всех новичков на корабле проводят учебную тревогу. Блогерам рассказали, что нужно делать. Как только услышал сигнал, хватай гидрокостюм и бегом к своему спасательному плоту. Какая учебная тревога. Даже ради учебной тревоги я пока не готова бросить видео. Серьезно? Не готовы все бросить? Я не поняла серьезность мероприятий того, что мы сейчас будем что-то быстрое делать. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Курсанты не могли сдержать смех, когда смотрели на это цирковое представление с дрессированными тюленями. Нас здесь в основном как клоунов. Я почувствовал себя морским чудовищем. У меня ноги короче, чем эти гидрики в два раза. Мечта любого мужчины – это женщина в латексном костюме. Он так как-то обтекающий на мне выглядел. Некоторым участникам было сложно одеть костюм, потому что он был на 20 размеров больше, чем они сами. А если это, не дай бог, будет реальная ситуация, да мы потунемся нафиг тут. Посмотрим, получилось ли у них запомнить все с первого раза. Теперь блогеры будут надевать костюм пингвина на скорость. Первые четыре получат баллы, остальные пойдут ко дну. Начали! Оказавшись в воде, человек теряет тепло слишком быстро. При переохлаждении начинаются судороги, нарушается координация движения и дыхания, человек теряет сознание. И все. Поэтому, кроме спасательных жилетов, на кораблях есть и гидрокостюмы, которые сохраняют человека тепленьким, пока не придет помощь. Но чтобы гидрокостюм сработал как надо, его нужно правильно надеть, затянуть все липучки и застегнуть все молнии. Оделся правильно, но очередность одевания нарушена. Мои четыре балла в комбинезоне самые яркие были, правда. Ну, честно говоря, это было легко. Попрыгали пингвинчики. Теперь известно, у кого больше шансов на выживание. Лидеры опять не поменялись. А Шилов достиг нища. Вот вам и фаворит первого дня. Скоро вечер. А это значит, снова начнутся заговоры и игры за спиной. Победители командного соревнования будут отнимать балл у проигравших. Страсти накаляются. Аня, здоровая, которая с жопой большой. Ну, она меня реально уже подвешивает. Интересно. Интересно, кто забрала у меня один балл. Ты считаешь, что я должна была поступить благородно и снять себе балл? Нет, могла бы еще у кого-то забрать. Ну, как бы у меня не самое большое количество баллов, чтобы у меня их забирать. Я, может быть, так и сделала. Может быть, это что-то личное? Нет, может быть, я так и сделала. Я хочу отобрать балл у вот этой девушки прекрасной. Я считаю, что она обманывает своих подписчиков. Будет у тебя глубокое разочарование, если ты потом по итогу посмотришь и скажешь. Я же гнала на нее там. Кто гонит на тебя? Какая штука, что ты у меня балл забрала. А получится, что она-то у меня не забирала? Аня с Белоруссии проявила себя как нечестная девушка. Она обманщица. Денки постоянно слышат то, вот, ну, не самое главное. Они на какую-то вот фигню просто... Нет, ты говоришь, что... Денки — это женщины-коров, а мы девушки. О, да. Если у тебя кто-то и забрал балл, то он не зря это сделал. Бантик очень обостренно говорила, скажи, зачем ты отняла у меня один балл. Девоньки, не ссорьтесь. Отобрала вчера балл у Бантик Боя, и сегодня это всячески отрицала, а потом еще и скинула это на меня. Мне не нравятся такие люди вообще. Она такая злобная маленькая баллонка, которая сейчас вот-вот вцепится в горло и будет меня загрызать. А я такая, ну, супер овчарка. Отобрала у маленькой собачки вчера один балл. И это только третий день в море, а уже грызутся, как крысы в порту. Ладно, чем бы блогеры не тешились, лишь бы не ныли, что их снимают по утрам. В море нужна не только сила и меткость, но и фарт. Пора узнать, кто тут баловень судьбы, а кто неудачник по жизни. Подергайте за концы, блогеры, испытайте свою удачу. Игра простая. Нужно выбрать два конца и потянуть садик. Я думал, что каждая веревочка пахнет по-разному. Я хотел их понюхать и вытаскивал, но оказалось, что все веревочки пахнут одинаково. Если вытягиваешь одну веревку, заработал баллы. Одна. Одна. Ешь, не зря! Можно тянуть концы из двух веревок. Две. Это ноль. А можно из трех. Риск больше, но и награда уже не два, а четыре балла. Сейчас узнаем, кого любит фортуна. Одна веревка, четыре балла. Вот второй конец, который упал. Да ладно. Две. Есть. Красота. Это два балла. АПЛОДИСМЕНТЫ Это число три. Любимчика у нее три. Модель, геймер и большие ушки. Ну а теперь начинаются голодные игры. Блогерам аж не терпится у кого-нибудь отобрать баллы. Я думаю, что против меня сегодня никто не будет голосовать. Точно. Точно. Вероятно. Вероятно, но не факт. Мы очень сильно сдружились, против меня никто не должен проголосовать. Скажу, как есть, да. Кондрашов сказал, что он отберет у меня балл, дабы подстраховать свою, извините, задницу. Я убираю Аню. Я надеюсь, что Ник не заберет балл. В нем тоже есть очень много благородства мужских качеств. Оба этих участника одинаково заслуживают лишение одного балла. И, к сожалению, я не могу сам принять решение, поэтому я доверю его случаю. Афоня. Лиса, я думаю, она отберет балл у Бальтика. Я думаю, потому что в противном случае я оттанщу. Я, пожалуй, проголосую против Ани. Это никакая не личная предъява, просто у нее много баллов. Я считаю, что вот этот подонок не достоин победы, и ему отнимаю балл. Это я. Так закончился третий день в море. В ближайшие пару дней я уверена, что будут какие-то подляночки со стороны организаторов. Хоть вас снимают, но здесь в настоящий момент вы не участники шоу. Сегодня надо было изолировать с корабля на этом конкурсе это матросов. Ее выигрыш меня расстроит меньше всего. Что ждет дальше наших юных мореходов? В случае, если мои требования не выполняются, я вас снимаю с лавки, вы теряете те бонусы, которые вам течили за эту игру. Я очень хочу домой, на самом деле. Я там всем буду рассказывать, просто управлял другую сторону. С какой еще стороны они откроются? Она очень сильная, самостоятельная женщина, которая в старости будет жить с кошками. Я знаю, что я клевая. Я вообще не помню, что у тебя не было, если честно. Ха, забавно, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok